Всем привет! Сегодня с вами буду я, меня зовут Владимир и мой коллега Сергей. А поговорим мы о системе управления двором, известной как Ярт Менеджмент Систем. И разберемся, почему Ярт следует рассматривать как самостоятельное решение, а не как приложение к ВМС или ТМС. Сначала давайте проверим качество связи. Поставьте огонечки, если меня слышно, видно хорошо. Информацию о тайминге. Сейчас видите на экране. Ага, вижу, огонечки есть. Значит, все нормально. У кого-то нормально, может попробовать перезапустить. И станет все хорошо. С высокой долей вероятности. Так, по ходу мероприятия пишите свои комментарии, вопросы, все в чате. И, как обычно, в конце встреч мы на них ответим. О, наш любимый вопрос. Запись встречи будет. Запись будет, как обычно, будем выкладывать. Раньше мы выкладываем все на YouTube, сейчас выкладываем все на YouTube. Все, я думаю, все, кто хотел, уже присоединились. Остальные, по ходу, уже подтянутся. И кто не успел, тот запись тогда уже посмотрит. Для начала скажу пару слов о нашей платформе управления цепочками поставок, Slot.se. Она состоит из набора специализированных компонентов, охватывающих широкую функциональность из всех областей логистики. Программный комплекс разработан как модульная логистическая платформа для автоматизации ключевых процессов управления цепочками поставок. Это моделирование, планирование, выполнение и обеспечение, исполнение и учет логистических затрат. Если говорить про преимущество использования компонентов одной платформы, то на скидку, наверное, можно выделить это снижение затрат на интеграцию. Потому что компоненты платформы SCM, они уже изначально разработаны для бесшовной интеграции, исключая необходимость дополнительного программирования настройки. В том числе, это посредством использования шины Датарион, и это тоже снижает туда емкость. С нашей стороны, как минимум. Событийное взаимодействие между компонентами в реальном времени – это единый подход к интерфейсам разных компонентов. И оптимизация логистических операций. То есть интегрированный модуль WMS, WMS, YARD обеспечивает синхронизацию и оптимизацию всех стадий логистических цепочки, уменьшая простой потери. Многие компании ошибочно полагают, что YARD является всего лишь модулем WMS или WMS, однако это не так. Давайте вместе разберемся в различиях между этим системами. Система управления складом, в первую очередь, предназначена для управления внутренними процессами на складе, приемка, хранение, комплектация, отгрузка товаров. Она отвечает за эффективное использование складских площадей, оптимизацию маршрутов, помещения товаров и контрольными складскими операциями. Система управления транспортом фокусируется больше на управлении перевозками, планерами маршрутов, оптимизации загрузки транспорта, взаимодействия с перевозчиками. Система управления товаром предназначена для управления транспортными средствами и процессами на территориях, прилегающих к складским комплексам. При производственном площадке, въезд-выезд автотранспорта, размещение, хранение контейнеров или прицепов, планерами погрузочно-разгрузочных работ, интеграция со специфичным оборудованием. Я интегрируюсь как с МС, так с МС, но при этом является самостоятельной системой со своими уникальными функциями и задачами. По технологическому стеку у нас без изменений. Это система построена на платформе 1.5.8.3, поддерживается в BD, это SQL, IBM, Oracle, Postgre, Postgre Pro, мобильный клиент, Android, OSIT, Windows, Linux, также отечественные наши, астролинукс, Redos. Ну и, наверное, чтобы вы чуть больше уже узнали про сам Ярд его функциональность, я передам свое слово коллективе. Сергей, расскажи, пожалуйста, что же за такая система и зачем она вообще нужна. Владимир, спасибо. На Ярд менеджмент вложится управление большим количеством оборудования, точек автоматизации. Также интеграция с различными вариациями систем, таким как ВМС, ТМС, ERP, они могут быть источником информации для Ярда. Также в зависимости от задач, если требуется ручной ввод, вся информация может поступать от сотрудников территории. Давайте рассмотрим отдельно каждой точке, в которой может автоматизировать Ярд. Следующий. Следующий. Например, автоматизация въездной группы. В зависимости от потребности территории, автоматизация въезда на территорию может быть как осуществлен в ручном режиме с помощью рабочего места поста охраны, например, вы сейчас видите на своем экране, так в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме. То есть в зависимости от задач на территории, въезд может осуществляться по предварительной записи с помощью интеграции на портале или с поступлением за доявки из ERP, если не требуется досмотр. Если требуется досмотр на въезде, то есть пост охраны, который охранник будет видеть сразу заявку, по которой приехала машина, может досмотреть и запустить ее на территорию, что снижает, в принципе, столпотворение на въездной группе. Далее движение по территории будет контролировать с помощью информирования водителей через информационное табло, мессенджера или смс-информирование. Также для определенных задач у нас есть мобильное приложение как для водителей, которое будет показывать схему ему движения по территории, на какие контрольные точки ему следует встать. Также есть приложение для производственного персонала, которое, если требуется внутрепроизводственная логистика, перемещение между цехами, между складами, например, готовой продукции, сырья, также управление после въездной группы. Все информация по территориям будет отображаться на интерактивной карте. Такие контрольные точки, как, опять же, въездная группа, досмотровые места, места парковки и погрузочно-разгрузочных работ. Карта является интерактивной. Сотрудник территории, который отвечает за движение транспорта, может как информационно контролировать его, так и изменить в режиме онлайн движение машины, если требует того ситуации. Также хотел бы остановиться такой на специфическом пункте контроля, как зона взвешивания. Также она может производиться в ручном режиме с помощью рабочего места оператора взвешивания и полностью автоматизирована. Водитель на порожнем взвешивании, либо на взвешивании после загрузки будет получать информацию либо через табулу, либо через смс-уведомление о состоянии груза. Если произошел перевес или недовес, параметры отходят от заданного значения. Водитель получит информацию о возврате на точку погрузки для проверки правильности груза. И после завершения этой операции будет повторное взвешивание. В принципе, управление движения по территории отображается в отчетности, где вы сможете наблюдать полностью даты начала, время начала, даты начала заезда и движения машины по территории. Получайте комплексный отчет. Ярк-средства по управлению потоками грузов, включая координацию времени транспортных средств и управление погрузочной разводочной операцией. Это, опять же, позволит снизить расходы на управление территорией и позволит упорядочить полностью трафик. Применение Ярк-менеджмент системы – это такой комплексный подход в совокупности с другими системами. Позволяет оптимизировать затраты на персонал, на территорию, то есть уберет очереди на склад, либо их может систематизировать. Позволит снизить за перетарку, за управление потоками грузов и полностью оптимизация движения. Спасибо. У нас получился экспресс прогон по функционалу. Более подробно нужно углубляться на следующих встречах. На текущем слайде мы собрали ряд преимуществ введения. Это абстрактная компания. Пока с ним знакомились, я бы еще хотел в очередной раз отметить, что наша позиция неизменна. Все так же считаем, что нужно зарушать монолиты и не делать из ERP огромного монстра. Минусы таких решений уже многократно рассматривались. Из вас многие тоже их наслышки знают. За отдельный блок логистики должны отчасти специализированные решения, одним из которых и является яд. Ну, давайте тогда перейдем к вашим вопросам. Взвучать уже я вижу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...